История одной фотографии. История первая. Это произошло со мной в городе Болония, чудесный и уникальный город в северной части Италии. Итак, представьте, незнакомый город, раннее утро, площадь возле главного кафедрального собора. Магазины и кафе только начинают открываться, а улицы и переулки наполняются ароматом кофе и свежей выпечки. Люди просыпаются, занимаются утренней рутиной, бегут на работу, отводят детей в сад или в школу, и по дороге обязательно заходят в свое любимое кафе, здороваются с владельцем, обсуждают какие-то важные события и обязательно заказывают эспрессо и кроссан. Кто-то при этом читает свежие газеты, кто-то проверяет результаты лотереи. Это лучшее время для классных стрит-сюжетов. На мой взгляд, стрит-фотография, хорошая стрит-фотография, это пример самой честной фотографии. Как правило, люди в кадре не знают про фотографа. Они не работают на камеру, они не играют, они настоящие, что, собственно, и делают фотографию живой и честной. Для меня стрит-фотография это постоянное упражнение в работе с контекстом, композицией и светом. Большая камера для этого не нужна, она только привлекает внимание, хотя технически делает все идеально и когда нужно. Я говорю о своих рабочих камерах Canon 1D и 5D, оба Mark III. Большие камеры и большие объективы ассоциируются с профессиональной работой и люди по-другому реагируют на них. Чтобы этого избежать, у меня есть маленькая беззеркальная камера Fuji. Она далеко не идеальна и по отзывчивости и по скорости автофокуса, что в свою очередь значительно ограничивает меня в творческом плане. Я точно знаю, что я могу снять на беззеркалку, а что нет. И терплю ее только потому, что она легкая и дает картинку достойного качества. Возвращаясь к самой теме стрит-фотографии, при наличии неприметной камеры, да, какие-то кадры берешь сам, оставаясь незамеченным, зачастую берешь сам, но иногда, как бы ты ни старался, взять кадр не получается, тогда нужно коммуницировать. Так и случилось здесь, когда я увидел эту пару. Я был поражен, меня восхитило, насколько они очаровательные и светлые, насколько они похожи друг на друга. Я шел за ними метров 200, сделал несколько попыток снять какой-то интересный контекстный кадр, но ничего не получилось. Какие-то проходные кадры. И когда они уже достаточно удалились от исторического центра города, я сыграл ва-банк, догнал их и на английском языке, плюс язык жестов, итальянцы не очень дружат с английским языком, уговорил их на один кадр. У меня в поездках всегда с собой маленький мобильный принтер, и план был сразу же распечатать для них фотографию. Но этот гаджет завис в самый неподходящий момент. Была такая неловкая пауза, и пара не стала ждать. Мы пожелали друг другу хорошего настроения, хорошего дня и расстались. Конечно, я расстрелился. В течение часа фото уже было в Инстаграм со всеми правильными тегами. И вот это тот самый случай, когда Инстаграм сработал. И особенно это актуально для небольших городов с маленьким населением. Через несколько часов мне в директ написал человек, который знал эту пару лично. Он же мне и сообщил их имейл. Я переслал паре этот портрет, и им он очень понравился. И мы уже договорились о следующей семейной сессии, как только я вернусь в этот город. Вот такая история за одной фотографией. Надеюсь, вам она понравилась. Таких историй у меня еще очень много, так что подписывайтесь, лайкайте, вам доброго и хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok